Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, хорошо у меня получилось интересная такая проблема с черным источником, вернее это даже не проблема, это не сбой, это не непрохранимый сюжет, это Соломан и Некоманд. Причем Соломан, он с точки зрения здравого смысла, я сейчас объясню, что сделал, короче, я же мультикоррессировал его разбойника, точнее мошенника, чтобы, для чего я это сделал вообще в принципе, для того, чтобы Некоманд мог носить руки и щиты, хотя бы маленькие и хотя бы среднюю броньку, потому что обычный Некоманд, я про него почитаю, сразу понял, что вот такой вот классический Некоманд в парохоне мне не нужен, потому что убивает его быстро, а для того, чтобы добиться более-менее, что я сказал, а для того, чтобы добиться большей эффективности, пришлось его мультикоррессировать, но это еще победы, проблема в том, что судя по всему, при мультикоррессировании ромаются определенные дороги, то есть, что я хочу сказать, мой Некоманд ненавидит нежить, то есть, когда речь заходит о Некоманте, Некоманд вместо того, чтобы сказать, ну, такова наша двое, я тебя понимаю, что касается спутницы Некоманта, которая там есть, то есть, то есть, он, можно сказать, в буквальном смысле, я тебя поясняю, хотя, по сути, ты занимаешься одним и тем же, я вот не знаю, то ли это у них намеренно диалоги так с романы, то ли это я их с роман в мультикоррессировании, и теперь мне приходится выбирать более-менее обтекаемые формулировки, короче говоря, получился Некоманд с более-менее неплохой боевой эффективностью, но при этом сумасшедший Некоманд, реально сумасшедший, то есть, он занимается ровно тем самым, но, но не это, он не пристается в этом, то есть, это все равно, что призирать другого в поедании трупов, это, конечно, отвратительно, я никому это не советую делать, но это все равно, что призирать кого-то за каннибализм, при этом поедая ногу своей жены за ужином. И это на самом деле настолько режет мне ухо, еще раз, это не мешает игровому процессу, это не мешает оберкам Некоманта, это даже не мешает навыкам его кордовским, то есть, вот этот вот навык кордовской дарант и навык воровские делишки, он темные делишки, он работает как надо, он открывает мне навыки, он открывает мне диалоги, но при этом, когда дело касается Некомантии, то есть, делу, который сам по себе наш Уильям посвятил значительную часть жизни, точнее, втайне, причем от приемного отца, ну, от его отца. Проблема в том, что не ощущается вот этой тяжкой Некомантской доли, в этом и вся проблема, в этом и весь цинус, а за таких персонажей я играть люблю, я не люблю играть за стандартных парадинов, я не люблю играть за жрецов, я не люблю играть за воинов, Боже упаси, играть за воинов фэнтези, Боже упаси, я знаю аэспрессиков, которые любят это делать, я знаю даже людей, которые любят это делать, но лично я не понимаю, в чем цинус, в чем цинус игры в фэнтези, с магией, с нежитью, со всей вот этой бойдой, и при этом ты машешь куском железа, пытаясь убить дракона, шикарная идея вообще. Но я отвлекся, короче говоря, Некомант ЦРО, по факту сейчас идет уже не один десяток серий, пока я занимаюсь, пока я занимаюсь боем всей моей жизни, навыкой я имею ввиду, мне надо было как-то развеяться, и для этого я играю в эту игрушку. За это время я смог узнать, что во-первых, она даже близко не стояла к пересуфетерной, например, что к первой, что ко второй, который мы обязательно с вами пройдем, проходить мы будем за сайфера, это я знаю точно, проходить мы будем за сайфера, так же, как я уже делаю неоднократно. У меня есть сценарий, у меня есть имя, и у меня есть бирд, проходить мы будем за сайфера. Но сначала, коль уж я занялся этим делом, мне необходимо, во-первых, закончить чёрный источник, а во-вторых, заставить себя всё-таки написать вот это. Короче, вот такая вот забавная история. не слишком, конечно, не слишком, конечно, трагическая, но она трагикомическая, я бы сказал. Поэтому имейте в виду, что если кто-то из вас, хотя бы один человек, когда-нибудь досматривает эти серии до конца, и, по крайней мере, проистывает их, вы имейте в виду, что вот эти странные реплики выема, они удивляют меня настолько же сильно, насколько могут удивить вас. Ну, вот, собственно говоря, и всё. Вот, собственно говоря, и всё. Больше вы меня, наверное, не услышите. Хотя нет, услышите, потому что по поводу навыки я тоже планирую высказываться, потому что это такая боль, которую я не испытываю уже очень давно. Но...